В России, как известно, две беды – дураки и дороги. Правда, в нашем случае именно ремонт дороги обернулся для жителей улиц Суворова и Добролюбова, проживающих в северо-восточном микрорайоне, новой проблемой – отсутствием светофоров и необходимого количества пешеходных переходов в зоне интенсивного дорожного движения. В связи с открытием дороги по улице Добролюбова, которая выходит на Северный мост, вот здесь образовалось очень интенсивное движение. Со стороны Ленинского проспекта едут сюда, а у нас там сейчас Боровое, Сомово, Отрожка – движение очень большое. А тут ни одного светофора. И поэтому все стараются выехать на эту дорогу. Движение интенсивное – в одну и в другую сторону. Бывший учитель, а ныне пенсионер Вячеслав Лихачев бьется над этой проблемой вот уже четыре года. Единственное, что ему удалось добиться с этого года рядом с пешеходным переходом у Казанского храма, наконец-то появилась разметка зебра. Чиновники и пообещали Вячеславу Петровичу, что разметка будет уже этой весной. Прошел апрель, прошел май. И вот только где-то в середине лета сделали эту зебру, но она не видна совсем. Это одно. А второе, водитель на нее не обращает внимания. Все равно надо стоять и ждать. Ни одна машина не останавливается. Особенно интенсивное движение здесь утром. И в это время как раз идут дети в школу. Помимо этого, есть еще два проблемных участка, говорит пенсионер. В этом месте, на пересечении улиц Суворова и Добролюбова, жители микрорайона с риском для жизни переходят с одной части дороги на другую. Прежде всего, это касается матерей с малолетними детьми. Насколько проблематично с ребенком перейти ту же дорогу? Ну, не уступает. Кто-то уступает, кто-то нет. Бывает очень редко. Небезопасно. Именно в этом загруженном месте, по мнению Вячеслава Лихачева, должен появиться еще один переход. Правда, пока власти с ответом не спешат, обещая подумать над существующей проблемой. Зато местные жители инициативу нашего героя с пешеходным переходом готовы поддержать. Ну, если только вместе со светофором. Потому что там стоит знак, они не уступают. Редко бывает, что там, что вот тут вот. Стоит заметить, что когда-то эту территорию в районе частного сектора по улице Добролюбова в народе называли колдуновкой. Но и сегодня это место власть имущей мужи, похоже, объезжают стороной, оставляя местных жителей один на один с их проблемами. Асфальт сделали, ни полосы не поделали, ничего. И дальше по улице над пешеходной сделать переходы. И поставить, сделать лежачий полицейский. Чтобы машины не гоняли в такой скорости. И это несмотря на ограничение скорости в 40 километров. Здесь объездная короткая дорога. Потому что здесь нет ни светофоров, ничего. И машина летает как самолет. Мы здесь уже мучаемся. Ну, а упала. И шла за цепью. У меня ноги еле ходят. У меня инфаркт был. На дороге? На дороге, посредине. Ну, думаю, побыстрее перейти, да как шлепнулась. И лежала. Ну, пока там остановились, пока я поднялась. Улица Добролюбова не единственная в Воронеже, где существует проблема с пешеходным переходом. Но, может быть, нашим властям не стоит дожидаться увеличения статистики несчастных случаев, а уже сейчас попытаться решить существующую проблему с безопасностью граждан. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал.